Подхожу к Кыргызстану, сейчас поснимаю его с разных непривычных углов, не с фасада. Тут может быть интересный взгляд на это историческое место, но потом зайду все-таки. С непарадной стороны тихо, народу немного, и мне кажется, отсюда лучше понимаешь энергетическую силу этого места. Вот какой-то древний фундамент, или часть стены. Вот гробья вдоль стены, редком. Еще какое-то явно древнее сооружение из мрамора. Ничего не написано. Регистан – это просто место, покрытое песком. Такой буквальный перевод на звание, наверное, самой известной достопримечательности Самарканда. За счет идеально гармоничного ансамбля из трех медресе, каждая из которых сама по себе шедевральна, главная площадь Самарканда может считаться воплощением вершин исламских традиций архитектуры, сконцентрированных в одном месте. Разумеется, площадь включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, ее посещает огромное количество приезжих туристов. Самое старое здание в ансамбле медресе Улукбека. Его строительство было завершено к 1420 году. Медресе стало важнейшим университетом мусульманского востока 15 века. Напротив медресе Улукбека раньше располагалась Ханак от того же времени, но спустя пару веков здесь выстроили медресе Шердон, обитель тигров-львов, которая почти повторяет внешне медресе Улукбека, хотя и имеет несколько другие пропорции. И третье здание ансамбля – медресе Тиндикари, отделанное золотом, которое появилось на 10 лет позже обители тигров на месте караван-сарая. Все три здания очень интересны, как снаружи, так и внутри. Прогуляемся же и посмотрим. Я зашел внутрь Регистана и начинаю с непарадной части. Здесь почти никого нет. Можно посидеть, подумать, посмотреть на один из куполов. Здесь вдоль стены основание колонн, лодка – это еще фрагмент и урдень. Внутрь медресе можно попасть и сбоку, и во внутреннем дворике. Как всегда, чисто, красиво распускаются древи. И, конечно же, кругом сувенирные лавки. Очень красивая роспись, конечно же. А вот забрать и нельзя. Внутренние комнаты. Вход закрыт. Можно вот здесь постоять. Ну, там, собственно, сувенирные лавки. Та же самая. Или музей. Нет, музей, наверное. Что можно здесь посмотреть? Ну и где же этот интерьер? Пока я вижу, только сувениры. Нет, пока сувениры. Никакого интерьера. Обманка. Я, ты представляешь? Просто сувенирные лавки. А, вот. Нет, тоже ничего нет. Пидем. Безделушки, в принципе, недорогие. Особенно, если дать понять, что ты не готов их покупать. Задорого. Они отдадут не очень дорого. Или, может быть, даже дешево. Ну, вот я магнитики сравнивал. В принципе, в России магнитики любого города дороже, чем здесь в Самарканде, в Бухаре или в Ташкенте. Каменная решетка. О, смотри, как интересно. Полицейские на этом. Что тут, как это называется-то? Сигвей. Ну да, так нарушить или ловить быстрее. Активно зазывают магазины. Ну, я сделал самые мелкие сувенирные подарки. И хватит. Киберполиция. Здесь приставал гораздо больше. Все обращаются ко мне. Мистер, мистер, чего изволите, типа. Но я их ласково отшиваю. В медресе, в лукбеке это называется, на самом деле, по его приказу было построено. И есть еще вот такая вот таблинчика на разных языках. Что вы хотите, молодой человек? Что вы хотите? Ничего не хотите? Ну вот и я ничего не хочу. А это? Напротив другое здание. Сейчас мы посмотрим, что там. Роспись с фантастическими животными. Что-то на подвид тигров, да? Да, вроде бы тигры, но не совсем тигры. Очень красиво. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Медресе было построено в 1646-1660 годах по приказу Хакима Самарканда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень красиво внутри расцветают деревья Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такие вот новогодние игрушки, очень красивая работа. Здесь кусок какого-то древнего дерева, нигде не написано, что это за дерево. Очень красивое изделие, полно продаётся. Небольшая музейная экспозиция, и я иду в другое крыло. Тоже элементы керамики. Иностранцы, ведутся инсталляционные работы. Какие-то особые ощущения здесь возникают. Если бы народу ещё был поменьше. Пройду немножко в другое крыло. Здесь продаются различные ковры. Фотографировать запрещено, но я же не фотографирую. Почему запрещено фотографировать? Проход дальше закрыт, видимо это музейная экспонация. Ну и конкретные лавки. Кто молится, кто любопытствует, кто работает в этом месте. В основании какие-то древние камни, положенные с различными надписями и орнаментами. На вопрос приставал и откуда, здрасте, здрасте откуда, саламу алейбуму, откуда вы уважаемый. Я спросил классическое, с какой целью не трясуетесь. Он на секунду растерялся, а потом всё равно сказал, да вот хочу вас пригласить, а в комнату профессора. Собирал, собирал, я не отреагировал. Обиделся мужик. Ансамбль, конечно, потрясает воображение. Здесь нужно побыть внутри. И желательно рано утром, чтобы не было много народу. Ещё раз я зашёл в Медросеу Люку Лукбека. Всё-таки я куплю у этой девочки ещё несколько магнитиков. Они дёшевые. На подарки. Когда немного народу здесь так хорошо и спокойно, и уходить мне не хочется. Посижу здесь немножко. Наверняка в этом внутреннем дворике любил посиживать, отдыхать сам Мерзолубек. После трудов дневных пил чай, может быть беседовал с учениками. Ну и здесь однозначно, конечно, стоит побывать и зайти вовнутрь, чтобы ощутить о себе всю прелесть этого комплекса. Ну что ж, на прощание ещё одну панораму этого чудесного места. И я дальше. Это просто спĩн, да. Мы встречаем в Медосе. Мы встречаем в Медосе. Мы встречаем в Медосе. Высо Kirk. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!